Церемония вручения верительных грамот, конечно, не новая. Это регулярная дипломатическая практика. Вот так, в Александровском зале Кремля принимать иностранных послов. Считается, что с этого момента, когда глава той или иной дипмиссии передает президенту России верительную грамоту, именно с этой минуты, секунды, официально новый посол и заступает на работу в России. В грамотах обычно страны формально выражают просьбу, цитата, «верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства», конец цитаты. «Верить». Отсюда и пошло название этого документа. И, к слову, верить Москве придется даже тем, кому сегодня у Кремля веры не то чтобы совсем нет, но осталось ее крайне мало. Среди 24 дипломатов на встрече с Путиным в Кремле были послы так называемых недружественных стран, в частности Португалии. В настоящее время все европейские страны находятся в перечне недружественных для России. При этом в данный список включена Новая Зеландия и еще ряд государств, среди которых Кипр, а также Республика Корея. Их послы сегодня тоже были в Кремле. И сегодня Владимир Путин, говоря с ними о международной ситуации, пожалуй, именно к ним в первую очередь и обращался. «Россия не свернет с уверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня», сказал Владимир Путин. И вот фрагмент выступления российского президента. «Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на, к сожалению, сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все – и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может. Это невозможно». В этом году церемония незначительно претерпела изменения в связи с очередным ростом заболеваемости ковидом. Пообщаться лично с каждым дипломатом, объяснил сам Владимир Путин, сегодня сложно. Но, в общем-то, это было и не нужно. Накануне с иностранными послами в закрытом режиме уже поговорил на Смоленской площади в здании МИДа Сергей Лавров. И у нас есть фрагмент выступления министра в самом начале этой встречи. Предлагаю послушать. «Ситуация на международной арене проще не становится. Мы наблюдаем накопление кризисных процессов, как сопряженных с экономической политикой, с политикой в сфере энергообеспечения человечества, так и с процессами, которые напрямую вызваны с подрывом устоев, на которых зиждилась вся система глобализации». О чем именно за закрытыми дверями Сергей Лавров говорил с иностранными послами, достоверно нам неизвестно, но предположить характер диалога возможно. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия не собирается сворачивать с суверенного курса, и как постоянный член Совбеза ООН, Москва намерена и далее продвигать, цитата, «объединительную, межгосударственную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, а также содействовать урегулированию острых региональных конфликтов». Конец цитаты. Такую позицию и будет сейчас транслировать Россия на глобальном уровне, сказал Путин, в частности, на неделе высокого уровня на сессии Генассамблеи ООН, она открылась накануне. Путин в США не поедет, Россию в субботу в Нью-Йорке представит министр Лавров. Дмитрий Масла, Кирилл Волков, Егор Кузнецов, CGTN, Москва.